Эльза Анюфриева за ЗОЖ. Она занимается фитнесом со школьных лет и предпочитает качественную еду. Сейчас воспитывает 8-месячную Лизу и восстанавливается после родов. Беременность и роды, непосредственно роды, это очень энергозатратный процесс и рекомендуется первый месяц, вообще не прибегать никакой физической активности, а просто вести максимально пассивный образ жизни. Восстановившись эмоционально, можно переходить к физическому. Девушка тренируется в домашних условиях 2-3 раза в неделю и уверена, вернуть прежнюю форму несложно, главное захотеть. Нагрузки должны быть более лояльны, даже если они решили сразу после родов заниматься, то это должно быть без отягощения, вот желательно с вот таким фитболом, желательно с резиночками, со спандерами резиновыми, максимально легкими, простыми и вообще просто не час в день, не два часа в день, а просто хотя бы 15-20 минут и потом уже идти на повышение физической активности. А еще важно контролировать питание, есть можно многое, но речь идет, конечно, о полезных продуктах. Рацион кормящий должен обязательно включать в себя белковые продукты, это мясо, это птица, это рыба, это яйца, молочные продукты, обязательно овощи и фрукты, клетчатку в достаточном количестве и жиры. Для восстановления нужно больше отдыхать, гулять на свежем воздухе не менее двух часов, заниматься спортом и по возможности включить уходовые процедуры. Помимо спорта и правильного питания есть еще один отличный способ, который поможет быстро и качественно привести ваше тело в норму, а еще получить удовольствие, расслабиться и полезно провести время. Массаж. Сегодня он доступен каждому. Независимо от проблемы можно подобрать любой вид массажа конкретно для вас. С маслом, тальком или кремом. Лечебный, расслабляющий, антицеллюлитный. Выбор огромный, но без паники. Тут в помощь рекомендации профессионалов. Массаж – это единственная сила восстанавливающего организма. Он поможет исправить такие недуги, как отечность. Также он борется с повышенным весом женщин, улучшает трофику тканей и снимает такой самый, наверное, важный недуг всех родивших женщин – это боль в пояснице. И, конечно же, уменьшение растяжек и видимости – это будет приятным бонусом от массажа. У каждого свой способ, как восстановиться после родов. Главное – правильно настроиться и не впасть в депрессию. А такая болезнь встречается часто. Страдает каждая седьмая женщина. Если очень кратко дать рекомендации, то нужно первое, на что обратить внимание, это поддерживающая среда мамочки, которая родила, которая понимает, что с ней происходит и, естественно, соответствующим образом помогает. Второе, что хочется подчеркнуть, это, конечно же, никакой самодиагностики, обязательно консультироваться с профессионалами. Любите себя и уделяйте как можно больше времени. Организм за это скажет вам большое спасибо. Антонина Шитова, Влад Кравцов. Утро нового дня.